Приветствую вас! Я бы сказал, что есть такая, знаете, аура недоверия между вами и вашим молодым человеком, как мне кажется. Собственно, эта аура недоверия, она может быть достаточно, ну раньше, она может быть такой, знаете, достаточно тяжелой, она может быть достаточно такой проблематичной для человека, для его психики, для его осознания, вот, и мне кажется, конечно, что вот в первую очередь, на что вам нужно обратить внимание, это вот как раз на то, что вот, ну вот это вот недоверие, оно как бы присутствует, да, то есть оно, почему-то здесь, условно говоря, у молодого человека, оно есть у вас, вероятно, я не знаю, я не знаю, если оно у вас или нет, вот, но... может быть здесь, да, то есть вот это то, что вас, ну, как-то вот напрягает, это то, что вас вот как-то, значит, ну, на постоянной основе будоражит, и как бы вам, конечно же, трудно и тяжело, то есть это можно с уверенностью такую абсолютно сказать, вот. А вопрос, он немножко в другом, да, вопрос в том, вот, вы хотите это прекратить, да? Вот. Так вот вы говорите, что это может быть важно, как это прекратить. А почему прекратить? Почему не понять? Почему не разобраться в себе? Вот. Не разобраться в том, почему у вас получается так, да, то есть, ну, без осуждения какого-то, без обвинения, да, молодой человек вам демонстрирует свою ревность, ну... это немножко, ну, немножко не то, да, это немножко не то, что делать. То есть словно говоря, вам это не помогает, вот. Словно говоря, вы себя не понимаете, вот, а колледж испытывается с тит. Вы испытываете, вы испытываете, там, какие-то ещё чувства, вот, скорее всего, ну, скорее всего, чувства негативные, вот. Ну, я так вот, по крайней мере, думаю. И в итоге-то получается, что ваша проблема, она остаётся. Ну, и даже если, если вы, условно говоря, найдёте способ это прекратить, то проблема начнёт, мне кажется, выливаться что-то другое, вот. И лучше бы вам, наверное, всё-таки понять, а почему такая проблема вообще появилась. Ну, вот. Ну, и, например, коллега, да, сказал вам, что вот есть там такой способ, значит, напряжение, напряжение возникает в расстатии какого-то противоречия всегда, всегда. Вот. Значит, у вас, скорее всего, есть какие-то противоречия. Ну, например, это, если вы думаете, это, если вы не думаете, если вы думаете, возможно, что вы не думаете. на самом деле. Вот, тут позиция она вот такая, понимаете, ну грубо говоря, если такая вот позиция, что вам тяжело, что вы изо всех сил пытаетесь свое напряжение отнять. Вот, ну, у вас, образно говоря, не получается делать. И мне кажется, что это вот, ну, вполне логично. Я так думаю. Почему? Потому что, это объекта от себя, к сожалению. Вы от себя пытаетесь бежать и, соответственно, у вас, ну, ничего не получает. Вот, к моему большому сожалению. Ну, нет, это можно исправить. Это можно исправиться, это исправляется, но вопрос выключает в том, пока, собственно, собственно, хотите ли это исправить. Вот. В общем, значит, без тонкости. Вот. Ну, как, опять же, как мне видят, тонкость в этом заключается. Одна из тонкость в этом заключается. Вот. Вот на это вам нужно обратиться, обратиться на это свое внимание. Не только на это. Не только. Есть все нюансы. Да, есть нюансы. Например, относительно того, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Да, вот то, что ваш мужчина там ревнует вас, не доверяет вам. Вот. И, как бы, у этого есть свои основания, у этого есть свои причины. Вот. И, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. И тогда, я думаю, будет понятно, в какую сторону, в какую сторону вам направляться. Вот. Чтобы этого стало меньше. Вот. Ну, и мне кажется, что, может быть, вы зададите вопрос, почему молодой человек, да, видя вот такую вашу реакцию, как, ну, как, ну, как, как машина, да, как сексуально парни, парни, парни. Мне кажется ли вам это, немножко странно, что человек предпочитает устраивать скандал и ревновать, а не использовать этот момент, например, для чего-то более хорошего, чего-то более интересного, вот, более личного, более интимного, более такого вот. И вот, соответственно, соответственно, это такой вот момент, как мне кажется. И вам, вам на это нужно обратить свое внимание. Внимание. Не пренебрегать собой. Сейчас именно это вы делаете. Вы, вы пренебрегаете собой сейчас. Не пренебрегать собой. А именно исследовать себя. изучать себя. Вот. Опытаться себя лучше понимать. И в этом вам может помочь, кстати говоря, психолог. А то, что вы описываете, то, что вы описываете, это сигнал вашего тела к тому, что не все в порядке. К тому, что... значит, есть вот что-то, что-то, что беспокоит вас. Есть что-то, где вы не удовлетворены. Есть что-то, что вас волнует и так далее. Понимаете? Какая история здесь? Ну, вот. Так, по крайней мере. Так, по крайней мере. Мне кажется, имеет смысл вам на эту, на эту ситуацию смотреть. Вот. Потому что в противном случае стремятся это прекратить. Вы, мне кажется, вы, мне кажется, будете все больше и больше отдаляться от себя. там, все больше, все больше и больше, в сторону будете, отходить от себя и в итоге это может закончиться срывом эмоциональным срывом это может закончиться и чем то еще поэтому не хотелось бы чтобы это с вами было чтобы с вами такое было и ввиду речи пытаюсь вести речь как раз о том чтобы вот вам ну чтобы возврат немножко вот к тому что с вами происходит именно вот они к тому как прекратить стены и реакции ну а дальше что Ну, я уверен, что, 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 ну, мои проблемы решаются просто после этого как, и, я, значит, ну, прогрессирую. Если я уверен, если вы уверены, что у вас проблемы прекратятся, ну, что ж, в таком случае, это одно, но я уверен, что нет, я уверен, что не прекратятся, ну, и, мне кажется, вы тоже знаете, у меня души, если не прекратятся, поэтому... Ну, вот, это вы, я могу вам дать. С точки зрения психо... с точки зрения психотерапии. Вот. Значит, в принципе, на этом всё, я надеюсь, что мой первый вид был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым наилучшим образом вы сможете найти в себе ресурсы для того, чтобы разобраться в себе, вот и тогда уже потихонечку решать проблему. Ну, а психологи будут рады вам помочь. Удачи, удачи, удачи вам, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok